Привет! Меня зовут Катя или Ирина Руа, и на календаре у нас сегодня уже 10 число, а это значит, что пришло время книжной банды. Для тех, кто не помнит или кто смотрит такое видео в первый раз, я напоминаю, что в книжной банде состою я и еще 5 крутых ребят в лице Камилы, Маши, Юли, Маши и Игоря. И суть всей этой книжной банды заключается в том, что мы выбираем какую-то тему, подбираем книги под эту тему, затем на протяжении месяца читаем эти книги, а после 10 числа каждого месяца рассказываем вам об этих книгах и делимся своими впечатлениями. Темой этого месяца стали семейные ценности, семья, и я вам уже показывала и немножко рассказывала в прочитанной за июль о том, какую же книгу я выбрала, и это книга с Ю Мон Китт «Тайная жизнь пчел». Главную героиню этой книги зовут Лили, именно она нам рассказывает эту историю. Она живет на юге Америки и в этой книге рассказывается про 1964 год. Лили живет вместе со своим отцом, который настоящий тиран, деспот, он ее не любит, всячески над ней издевается, придумывает ей всякие довольно суровые наказания. И также у них есть прислуга, наверное, можно так выразиться, чернокожая женщина, которую зовут Розалин, и она им готовит, стирает, и, собственно говоря, она и вырастила Лили. Потому что, когда девочке было 4 года, произошла ужасная трагедия, и она осталась без матери. И в этой книге Лили нам рассказывает, каково же ей жить с отцом, что же происходит, что она помнит про эту трагедию, потому что ей было 4 года, и у нее есть какие-то отрывочные воспоминания. И, собственно, вот эта вот трагедия, которая произошла, она тянется через всю книгу, и в конце у нас собирается пазл, и мы, наконец-то, понимаем, что же там произошло. Также в этой книге, как и во многих других, затрагивается тема расовой дискриминации. Здесь как раз рассказывается про тот период, когда президент Соединенных Штатов подписал акт о гражданских правах негров. Наверное, негров было как не очень правильно сказано, но, в общем, суть вы поняли. И здесь довольно подробно рассказывается о том, что же начинает происходить после того, как этот акт подписан. Белые просто в шоке, они не хотят этого признавать, особенно, естественно, южане. О том, какие происходят стычки между белыми и черными. В общем, этой теме уделено также довольно-таки такое большое место в книге. Если вы спросите, есть ли в этой книге пчелы, потому что книга называется «Тайная жизнь пчел», то да, пчелы в этой книге есть, они, наверное, занимают 80% всего повествования, они являются таким символом. И, понимаете, я очень боюсь пчел. Дико, безумно. То есть, если в комнату залетела оса или пчела, все это ее комната. Я убегаю с криками, с воплями, и все, больше не захожу, пока ее не убьют. Потому что, как выглядит оса, пчела, неважно, вот эта вот летающая, жалящая хрень, она маленькая. Но когда я ее вижу, я ее вижу, ну, вот такой, как минимум. Я безумно их боюсь, это вообще мерзость. Но в этой книге как раз очень много пчел, рой пчел описывается, пасека. Кошмар. Мне было сложно читать именно такие моменты, потому что я их очень боюсь, а у меня хорошо развито воображение и фантазия, то есть я могла все это представить, особенно, когда описывалось, как пчелы садятся. Ой, мне аж прям становилось плохо. Но, тем не менее, когда я теперь вижу пчел, я следую совету одной из героинь этой книги, которая говорила, что если ты видишь пчелу, то надо посылать ей любовь, и тогда она тебя не тронет. Я стараюсь ее посылать лучики любви, лучики света, только бы они ко мне не прилетали. Как я уже говорила, эта книга мне напомнила над пропастью воржи Селлинджера, убить пересмешника Харпер Ли и немножко от прислуги тут есть. И вот на пропастью воржи мне вообще не понравилось, убить пересмешника мне очень понравилось, а эта книга оказалась вот где-то посередине, и у меня к ней были такие двоякие чувства. С одной стороны, мне нравилась эта история, мне было интересно узнать, что же там все-таки произошло, что же будет дальше. С другой стороны, меня немножко раздражало под конец главной героини, потому что она иногда поступала немножко нелогично. Конечно, в этой книге главная героиня 14 лет, она подросток, и здесь как бы рассказывается историю о взрослении, но все равно она немножко подбешивала, особенно в конце. Но также, на мой взгляд, получилась очень колоритным персонажем и очень таким ярким. Ее вот служанка Розалин, она очень классная, мне она понравилась, я прям представляла, как она выглядит, как она все делает, как она хамит белым, в общем, она классная. И поэтому я очень долго не знала, что же мне поставить этой книге, потому что вот, ну, я не знаю, перечитывать я ее точно не буду, но в то же время я не могу сказать, что она мне не понравилась и что вам ее читать не стоит. Кому интересно, почему бы нет, прочитать стоит, тем более история интересная. Это книга издательства Азбука, она в суперобложечке, обложечка снимается, и под обложкой дублируется тот же рисунок, только без надписей. И с одной стороны, мне и нравится обложка, с другой стороны, и не очень нравится. В общем, какие-то у меня двоякие чувства к этой книге. Ну, а на этом, я думаю, все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам было интересно узнать, какую же книгу я выбрала для книжной банды, и узнать мое мнение о ней. И если вам интересно, какие же книги выбрали другие участники книжной банды, то переходите по ссылочкам в описании, я их обязательно там оставлю. Я уверена, что ребята выбрали очень классные книги. Также расскажите, читали ли вы книгу «Сьюмонки. Тайная жизнь пчел». Если да, то поделитесь с вами впечатлениями об этой книге. Если же вы ее не читали, то расскажите, хотите вы ее прочитать или нет. Ну, а на этом все. Не забывайте про группу ВКонтакте, про множество других социальных сетей, в которых меня можно найти. Также всякие интересные и полезные ссылочки я оставляю в описании. Ну, и если вам понравилось это видео, то поддержите меня пальчиком вверх и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну, а на сегодня это все. Не забывайте, что я вас всех очень-очень сильно люблю, целую и надеюсь, что мы очень скоро с вами увидимся. Пока!